Всем привет! Я Анатолий Леонтьев, а с вами на открытом канале рубрика «Что делать?» И мы продолжаем рассказывать, как можно защитить свои права. Когда наша страна сошла с рельсов плановой экономики в дикий рынок, тут и там пошли разговоры, что теперь-то уж мы победим хамство в сфере обслуживания. Граждане, что называется, будут голосовать рублем. Они перестанут ходить в магазины и прочие забегаловки, где им хамят. А они закроются и разорятся. Но не тут-то было. То ли мы плохо голосуем, то ли это не совсем действенный метод. Хамство по отношению к клиентам никуда не делось. Думаю, найдется немного людей, которые ни разу не сталкались с хамством в сфере услуг или в розничной торговле. Как правильно вести себя в подобной ситуации, знает далеко не каждый. Именно из-за нашей неготовности бороться за свои права на качественное и вежливое обслуживание хамы часто остаются безнаказанными. Не стоит бояться. Остаять свои законные интересы и наказать вашего обидчика не так уж и сложно. Проще всего не принимать направленный на вас негатив близко к сердцу, после чего включить в себя быдло и перейти в наступление. И там уже только от вас зависит, кто кого перехабалит. Но мы не ищем легких путей, поэтому предлагаем вам чуть более законный метод. Первым делом вы должны составить жалобу на имя руководителя предприятия. Для этого потребуйте жалобную книгу и подробно опишите все обстоятельства произошедшего. Там же вы должны указать свои требования. Отказать вам при доставлении книги жалоб персонал предприятия не имеет права, так как это является основанием для привлечения их к административной ответственности. Также от вас не имеют права требовать каких-либо документов или объяснений, для чего вам эта книга понадобилась. По закону, книга отзывов и предложений должна находиться на видном и доступном месте. А если вам говорят, что книги сейчас нет, она на каком-нибудь переформлении или еще где-то, это прямое нарушение действующего законодательства, и вы можете пригородить обращением в Роспотребнадзор. Чтобы привлечь сотрудника магазина или кафе к ответственности, нужно найти побольше доказательств, подтверждающих вашу правоту. Для этого уточните, как зовут обидевшего вас сотрудника, постарайтесь найти свидетелей происшествия, а если есть такая возможность, запишите ваш разговор на видео или на диктофон. Следующий шаг. Если руководство магазина не приняло никаких мер по вашей жалобе, обратитесь в контролирующие органы. Это могут быть Общество защиты прав потребителей или Роспотребнадзор. Заявление составьте в двух экземплярах. Приложите к нему доказательства, подтверждающие нарушение ваших прав. Точно укажите название и адрес того самого рассадника хамства, а также имена и фамилии руководителя и конкретного сотрудника, с которым у вас возник конфликт. Не забудьте про дату и время происшествия. И, конечно же, укажите все обстоятельства. Как, из-за чего вас оскорбили, как реагировали на ваши попытки защититься. Немаловажный момент вашей требования. Их тоже нужно указать в заявлении. Обычно этого достаточно, чтобы добиться нужного вам результата. Если же в течение месяца вы не получили никакого ответа о принятых мерах или проведенных проверках, у вас есть полное право обратиться в вышестоящие инстанции. Плюс ко всему, вы всегда можете обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, с требованием возмещения вам морального вреда. На этом сегодня все. До встречи на открытом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова